Продолжение следует... Добрые люди включили музыку. Значит, будет под эту музыку. Все замечательно. Здравствуй, Питер. Это видео снимается и в Питере. Все предыдущие видео были... Значительно отличались от этого. Были комментарии на видео, были вопросы. И один из вопросов, почему наше желание... Как удержать свое желание, как удержать фокусировку? Были видео, почему они не исполняются, какие вы делаете ошибки. Как сделать так, чтобы ваше желание реализовалось, желаемое стало явью? Так вот, один из вопросов, который актуален, и он повторялся несколько раз. Как удержать фокусировку? Вы знаете, мы сотканы страхом. Перестаньте бояться. Рассказывала в предыдущих видео, что на данный момент нет ни одного актуального страха. Вот стою сейчас. Ну что мне может угрожать? На улице день, ходят люди. Из данной точки нет никакой опасности. Вообще, самый страшный страх у человека – это страх быть счастливым. Вы боитесь быть счастливым, вы боитесь себе позволить это внутри. А почему? Потому что много думаете, накладываете предыдущий опыт. Много читала «Жить каждый день, как последний день». Задумайтесь. Когда у вас проходит день, и вы засыпаете, каждый день – это маленькая жизнь. Вы засыпаете, и вы умираете. И когда вы утром просыпаетесь, счастье, нужно радоваться, что вы проснулись. Многие люди в этот день просто не проснулись. Если вы что-то пожелали, если вы что-то захотели, в этот момент вы сделали выбор. Не нужно просто больше от этого отказываться. То есть у вас есть желание, возникла картина. Оставьте ее. Не нужно придумывать, почему этого не случится. А почему вы этого не достойны. Вы достойны. Очень интересно попало в Питер. Была проездом несколько раз, но не было возможности по нему погулять. Но было внутреннее желание, детское намерение. Вау, Питер, много красивых домов, рек, площадей, дворцов. То есть много достопримечательностей, которые хотелось бы посмотреть. Не было пылесоса, не было яркого желания. Было внутреннее желание. Оно просто было. Было желание. Знаете, всегда рассказываю, мечтать опасно, мечты сбываются. И очень интересно в Питер попало. То есть если вы чего-то желаете, но вы ничего для этого не делаете, вы окажетесь там добровольно-принудительно. В Питере оказалось добровольно-принудительно. То есть не было ни планов, ни безумных желаний. Приехала в Москву по делам. За меня меня женили. Купили билет. В 7 утра непонимающую привезли сюда. И вот в Питере не было пылесоса, не было безумного желания. Был когда-то осознанный выбор побродить по этим улицам, посетить в театр. Вчера была в театре на фонтанке. Я не мечтала. Люди мечтают и не мечтала. Просто когда-то читала, фонтанка, там есть театр. То есть вот купили билет, взяли за руку, сводили. Потрясающий спектакль. Мы когда чего-то желаем, в тот же момент придумываем 200 причин, почему с нами это не случится. Оно случится. И вы какое-то время чего-либо желали, 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 а потом вы от этого устали. Вы устали желать. Вы устали держать включенный пылесос. Вот если даже сумку мою держать вот так на вытянутой руке какое-то время, приехала в Москву с собакой. Собака 1,8 кг. И когда 10 минут в аэропорту держала ее на руке, это было интересно, и ей весело, и все замечательно. Но когда мы отстояли час практически, она с каждым 10-5 минутами собака тяжелела. И из 2 кг через час она была как 20. Так вот, когда вы что-либо сильно желаете, через какое-то время это желание уже как тонну, оно как груз у вас внутри. И накапливается напряжение, почему этого не случилось. Оно и не случается, потому что вы устали уже ожидать. Попробуйте не ждать. Сделать выбор, у вас щелчок произошел. Осознание, что да, это есть, это мое, это будет. И оно само по себе просто случится. Вселенная так работает. Мы постоянно хотим чего-либо доказать, либо самоутвердиться, либо... То есть из соображений минуса, а не плюса. То есть есть свобода от запретов, и есть свобода для. Вот свобода от запретов – это плебейская свобода. Когда человек может, ну вот сейчас, бросить здесь фантик от шоколадки, еще что-то там, бутылку. Поэтому у нас сейчас грязные леса, поля. Засранная страна. В Японии такого нет. И много где такого нет, много где было. Так вот, знаете, а свобода внутренняя... У меня нет комплекса, я тоже могу здесь фантик бросить. Ну, я не могу себе этого позволить, потому что в моей машине есть запрет. Люди, которые по какой-либо причине оказываются в автомобиле, вместе со мной передвигаются, предупреждают сразу, нельзя ничего выкидывать. Нельзя там есть в двери карманчик, туда положить, я потом в мусорку унесу. Живем, как дикари, живем одним днем и хотим здесь и сейчас, всего и сразу, и тост у нас, чтобы у меня все было и мне за это ничего не было. Нет, так не бывает. Закон сохранения энергии. Мы всегда за все платим. Мы всегда за все платим, мы за свои вот эти гадости, мы рассчитываемся. И когда мы пребываем в низких вибрациях, когда мы мусорим, когда мы гадим, когда мы плюемся ядом в людей, когда мы психуем, что у нас чего-то нет, у нас этого не будет. Для начала нужно сделать выбор, подняться на другие вибрации и начать дарить закон дарения. Включайте закон дарения. В последнее время очень интересная тема, актуальна. Я позже на нее подробное видео желаю снять. Тема потребительства. То есть мы не умеем отдавать. Мы не умеем отдавать это общество потребителей. Мы всегда думаем, а что мне за это будет, а что я хочу, а что мне нужно. То есть, когда вы либо что-либо отдаете, вы автоматически освобождаете пространство, и вы получаете в деметрической прогрессии. А в Библии каждому имущему дано будет, а неимущего отнимется и то, что имеется. Это быть в состоянии достатка, быть в состоянии богатства, быть богатым. Сначала быть, потом иметь. Сначала иметь мышление. У вас всегда есть что-либо дать. Улыбку, молитву. Вы приходите в дом, заведите себе привычку, идя в дом, что-либо нести. Улыбку, коробочку с какой-то лялькой. Если вы ничего не принесли, вы можете этому дому подарить просто молитву. Оставить в пространстве после себя что-то приятное. Японская пословица. Оставляйте после себя цветы. Пребывая где-то, в каком-то месте, старайтесь оставлять после себя цветы. И когда вы оставляете после себя цветы, вы можете всегда вернуться в это место. Вам всегда будут рады. Вам всегда откроют двери. Замечали, когда разговариваете о каком-либо человеке, либо кислая физиономия, и давай не будем. Либо, а, ну да, там, вот эта женщина, да, и вот восхищение. Значит, эта женщина оставила после себя цветы. Живем, как пузырьки с ядом. Харкаемся в мир ядом, агрессией, недовольством. В последнее время очень сильно вижу потребительское отношение. То есть, все должны, все обязаны. Мы нарушаем энергообмен. Если до вас кто-то что-то сделал, да, мы принимаем это как должное. Остановитесь. Остановитесь. Начните думать. Какие вы транслируете мысли? Прежде чем подумать, нужно подумать. Можно ли об этом думать? И когда вы посылаете светлое желание в пространство, вы делаете выбор. И нужно просто оставить его там, перестать думать и жить дальше. И постепенно, потихонечку, даже если вы этого не хотите, как я не хотела быть в Питере, у меня не было острого желания. И в эту поездку у меня категорически были другие планы. Но, видимо, пришло время. И где-то там сверху определили, что мне пора сюда приехать. И таким образом наши мечты сбываются, иногда против нашей воли. Главное, пылесоса не иметь. Главное, не хотеть очень сильно. Прекратите это тянуть на себя. Прекратите. Пожелали, отпустили. Пребывайте в благости. Прекрасное место. У меня как прекрасная девушка снимает. И хотелось бы вам немножко показать. Тут елка. Через эти ворота был штурм в 2017 году. Новогоднее настроение. Если получится еще снять видео, а если вдруг не получится, то поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом. Дарите всем улыбки. Настройтесь в Новом Году на позитивную волну. В ночь с 31 на 1. Уделите себе 10-15 минут и пропишите. Пропишите цели, пропишите задачи. Вот в этом вдохновенном состоянии вся страна будет в определенных вибрациях. В вибрациях улыбок, счастья, фонтанов, вспышек, огней, салютов. Напишите свои желания на листочке. Напишите истинные желания. И просто отпустите их. Позвольте вселенной реализовать их. Всех с наступающим Новым Годом. Всем добра и света, улыбок, счастья и исполнения желаний. Благодарю вас.